Я даже не удивлюсь, если вы поделите свою жизнь на до и после изучения этого урока. Сказка-ложь давний намек добру молодцу урок. Большое количество гипотез здесь прозвучит, каждый из которых рискует быть крайне полезной. Имейте это в виду с практической точки зрения. Поехали. Когда в товарищах согласия нет, новатых дело не пойдет. И выйдет из него не дело, только мука. Однажды лебедь, рак да щука, везти с покважей воз взялись, и вместе трое все в него впряглись. Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу. Покважа бы для них казалась и легка, да лебедь рвется в облака. Рак пятится назад, а щука тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав, судить не нам. Да только ввоз и ныне там. Это очень многослойное произведение. Итак, справа я буду писать практические выводы, которые можно смело добавлять в свою жизнь поведенчески. Слева вы видите ткань этого произведения. Угу. И это прекрасно. Итак, зачастую, чтобы не превращать свое взаимодействие с другим человеком или с группой в танец лебеди, щуки и рака, бывает полезно вот с чего начать. Я приглашаю вас синхронизироваться по целям, чтобы наше взаимодействие было максимально выгодным для каждого. Какие цели перед вами сейчас стоят? Например. Вы знаете, зачастую, например, в переговорном процессе одному нужно одно, другому нужно третье. И каждая сторона надеется, что другая сторона способна слышать мысли. Поэтому такой прием может пригодиться. Даже, например, в публичном выступлении, взаимодействуя с аудиторией. Давайте синхронизируемся по целям, потому что мне крайне важно, для решения каких задач вы сюда пришли. И ваши ответы на эти вопросы будут для меня техническим заданием на сегодня. Может быть, участники пришли узнать, как отделять мягкое от твердого, так сказать, а вы собрались рассказывать им о теплом и холодном. Поэтому здесь имеет важное значение такой прием. Смотрите, если согласия нет, то любое взаимодействие заклинает себя на поражение и на топтание на месте на возню в стакане. Я приглашаю вас синхронизироваться по целям, чтобы наше взаимодействие было максимально выгодным для каждого из нас. Какие цели перед вами сейчас стоят? И здесь выжимать собеседника до последней капли. С точки зрения исследования картины мира другого, другого человека. Необходимо понять его картину мира, потому что здесь лебедь видит мир по-лебединному. Рак видит мир, как видят его раки. А щука — это совершенно другой организм, другой вид, который видит мир по-щучьему. И прежде чем вступить во взаимодействие с другим человеком, необходимо понять его картину мира. Выжить до последней капли. Какая у вас ситуация? Что вы думаете по этому поводу? Что вы выбираете с этим сделать? Каким результатом вы хотите прийти? Не спешите рубить с плеча. Семь раз отмерь, так сказать, исследуя картину мира другого человека. А потом только резать можно. Уверенно. Итак, первый вывод отсюда. Это как речевая стратегия, ее назовем. Я приглашаю вас синхронизироваться по целям, чтобы наше взаимодействие было максимально выгодным для каждой из сторон. Для каждой из сторон. Какие цели перед вами сейчас стоят? Выжить до последней капли собеседника, чтобы делать сонаправленными текущие вектора. Вы как вектор, собеседник как вектор, либо ваш клиент и прочее. Узнать его картину мира. Итак, выжимать собеседника до последней капли с точки зрения исследования картины мира другого. С точки зрения исследования его картины мира. Вот так вот сделаем. Выжить собеседника. Да, какие здесь вопросы могут быть актуальными? Давайте вот так сделаем. Какие задачи перед вами стоят? Какие у вас цели? Какая у вас ситуация? Что вы уже предпринимали для ее решения? Исследовать картину мира, чтобы не было то, что видите вы здесь на экране. Возни блошиной в пустом стакане с имитацией бурной деятельности. Это первый прием, который может быть полезен в качестве вывода. Когда в товарищах согласия нет, на латых дело не пойдет. Поэтому прежде чем любым делом заниматься, необходимо убедиться в согласии. Предварительно необходимо убедиться в том, а есть ли способность у вашего собеседника это согласие удерживать. Потому что доверять можно только тому, у кого нет интереса двигаться против вас. Доверие как вес. Не каждый удержать его в силах, имейте ввиду. Доверять голодному волку, не съесть чадо нежное перед ним, не следует. Сожрет рано или поздно, как его не корми, и чтобы он вам не сказал. И это метафора, как и свинья, которая везде грязь найдет. Доверять свинье, необходимой создавать чистоту в пространстве, не следует. А если вы и заключили такое соглашение со свиньей о чистоте, а потом увидели себя в грязи, то пеняете на себя. Надо было видеть, когда смотришь. Правда? И слышать, когда слушаешь. Итак, доверие можно заключать только с темы соглашения, у кого мышцы позволяют вес этого доверия выдержать. Итак, поэтому у другого человека должна быть заинтересованность, потребность. Здесь необходимо понять, какие цели перед ним стоят, и сначала об этом разговаривать, прежде чем впрягаться в эту движуху. Когда в товарищах согласия нет, новатых дело не пойдет. Необходимо согласия добиться. Следующий речевой прием, который может быть полезным. Я пишу это как речевая стратегия РС. Что будет для вас наилучшим результатом нашего взаимодействия? Что будет для вас наилучшим результатом нашего, можно еще добавить, возможного взаимодействия. Что будет для вас наилучшим результатом нашего возможного взаимодействия. Как если мы уже проработали с вами, например, два месяца и подводим итоги сделанной работы. Здесь задача адаптировать под ваш контекст, под ваше поле деятельности. Каким вы видите наилучший результат ремонтных работ на вашем объекте. С точки зрения времени, с точки зрения сроков, бюджета и прочее. Тоже выжить собеседника до последней капли. Что будет для вас наилучшим результатом нашего возможного взаимодействия. Возможное вы добавляете слово возможного, чтобы, знаете, не давить. Давайте здесь еще... Какой важный момент? Сразу мне сейчас в голову пришел еще следующий прием речевой. Разрешите я задам вам ряд вопросов. Да, разрешите я задам вам ряд вопросов, опираясь на ответы на которые, чтобы я мог понять, насколько я могу быть полезным для решения ваших задач. Давайте это здесь укомплектуем в более удобоваримом виде. Разрешите я задам вам ряд вопросов, чтобы понять, насколько я могу быть полезным для решения ваших задач. Да, может там это займет столько-то времени, и вне зависимости от того, будем мы с вами работать далее или нет, этот диалог может быть для вас полезным. То есть смотрите, чтобы не создавать лебедь, щука и рак, необходимо договариваться на берегу таким образом, чтобы взаимодействие было выгодным для каждой из сторон, и чтобы очень важно было согласие в голове. Человек живет не в реальном мире, а в мире своих представлений о нем, и важно обрести это согласие в этих представлениях. Итак, значит, какие приемы, которые позволяют направить эти вектора, делать их сонаправленными? Я приглашаю вас синхронизироваться по целям. Далее, что будет для вас наилучшим результатом нашего возможного взаимодействия, чтобы понять, что другому человеку надо, какие задачи перед ним стоят? В принципе, вы наблюдаете, что эти три переговорных приема, которые вы здесь видите, они все об одном и том же, просто разными словами. Вы исследуете картину мира другого человека. И разрешите я задам вам ряд вопросов, чтобы понять, насколько я могу быть полезным для вас в решении ваших задач. Да, получается, в решении ваших задач. Четыре. Знаете, идем дальше. Однажды лебедь рак до щука везти с покважей воз взялись, и вместе трое все в него впряглись. Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу. Поэтому, знаете, работать надо немного и потно. Работать надо головой, совершая точные действия. Потому что человек может имитировать такую бурную занятость, так много потеть и кричать о том, как он устал, а по факту лентяй лентяем, который ничего не делает, а только лишь играет в игру, смотрите, как я стараюсь. Поэтому, как песня, знаете, хватит чесать языком с гопниками или ценителями тонких материй. Иди же ко мне и покажи себя в деле. А там и поговорим. Поэтому, если другой человек имитирует бурную деятельность, прямо с потом и кровью на своем лице, а результата никакого нет, то какой смысл вообще в этой всей возне? Но, как правило, смысл в следующем, чтобы показывать своему окружению, смотрите, как я стараюсь и как я устаю. Вторичные выгоды никто не отменял от этого. Когда человеку зачастую более выгодно быть больным, уставшим и бедным, таким образом коллекционируя, что? Сожаление и жалость в свой адрес. Поэтому, может уж ныть хватит, а? Покважа бы для них казалась и легка. А вы знаете здесь, да? Давайте как вывод сделаем. Как этот вывод мы с вами сформулируем. Что покважа, кстати, вот бы для них казалась и легка. Что может казаться легким. У меня такое воспоминание есть. Я помню, когда я еще не умел кататься на велосипеде, наблюдая, как с моего группы в детском саду другой мальчик уверенно катается. У меня была иллюзия, сейчас я тоже на велосипед сяду и кататься уверенно начну. И потом, когда велосипед у меня был в руках, будучи двухколесный, уверенный, что сейчас легко я его оседлал, я только сел и сразу упал. Насколько в нашей голове наши ожидания могут не соответствовать действительности. Поэтому, чем больше вы уверены, что вы чего-то можете, тем сильнее бывает полезно щипнуть себя за бедрышко, дабы подумать, а действительно ли? А есть ли у меня опыт за плечами, что я уже с этим справлялся и смогу воспроизвести результат? Потому что языком чесать детворы очень много, полно, которые бывают лет 60 даже и 50, и 40, и 30, которая знает, как жить и как правильно. Но красноречиво о человеке говорит не то, что он языком своим чешет, а частью какого мира он является. Человек не может обучить тому, как не живет он сам. Это важно учитывать. Сапожник без сапог такого не бывает никогда. Это все, знаете, разговор в пользу глупца, которого можно обмануть. Нет. Поэтому красноречиво о человеке говорит не то, что он языком чешет, а то, как он сам живет. Это важно учитывать. Значит так. Вот им казалось, это ноша легка, но одно дело казалось, а что по факту. Да лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду. Поэтому не бывает лишним сначала убедиться в том, что цели синхронизированы, что наилучший результат возможного взаимодействия синхронизирован. Цели. Знаете, нам необходимо довести вот эту телегу с возом на тот берег реки. Отлично. Почему нам нужно это сделать? Вот почему и почему. Поэтому очень важно делать реальность в головах людей, созвучные друг с другом. С точки зрения, что мы делаем, для чего мы это делаем, как мы это делаем и какие возможности это для нас открывает. Потому что если в головах людей разная картина мира с точки зрения выполняемой задачи и ответа на вопрос для чего, они все будут друг другу из ружей в ноги стрелять, сами того даже сознательно не живая. Рак пятится назад, а щука тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав, судить не нам, да только воз и ныне там. Судить не нам, действительно, что их судить. Лебедь, щука и рак, знаете, занимаются своим делом. У них есть возможность пускать накопившуюся в них агрессию, можно сказать, жизненную силу. Заполнять вакуум своей жизни этой вознёй в никуда и пусть. Потом обратите внимание. Лебедь, щука и рак. А есть ли у них органы, у их организмов, которые позволяют коммуницировать в едином пространстве? Это же, получается, представители совершенно разных видов, в конце концов, разница между которыми стремится к бесконечности. Поэтому тоже не бывает лишним подумать, а человек, с которым я взаимодействую, у него вообще уши есть слышать мои речи? Или я сейчас кручу бисером перед свиньёй? Запомните важную тему здесь, которая может быть полезным. Я не для всех, и все не для меня. Задача – это искать и находить своих людей, с которыми есть созвучие. Давайте так это сформулируем. Искать и находить своих людей, с которыми есть созвучие. Чтобы не заставлять рыбу летать, не требуйте от другого то, что он не в силах сделать. Если у человека отсутствует мышца уважать и благодарить, например, просто с детства она не оттренирована. Вырос он, потому что в соответствующей среде, где вообще этого не было никогда, и где человек человеку волк, средства и еда. Требовать от этого человека какого-то взаимодействия здравого не следует никогда. Помните об этом? Не требуйте от человека то, что он не способен дать. А как понять, какими способностями человек обладает здесь? Это исследовать частью какого мира он является, где он живет, с кем, как и откуда, чем дышит, как соображает. Это как метафора, о которой в том числе нельзя сказать, что мир кого-то из этих троих является хуже или лучше. Это я об этом. Точно так же, как наш организм, где каждая клетка решает свои задачи. Можно ли сказать, что клетка легкого является лучше или хуже, чем клетка поджелудочной железы? Каждый из организмов, каждый из клеток решает свои задачи. И также здесь. Не надо требовать от клетки то, что она не способна дать. Ни в коем случае. Важно, познай себя, друг. Итак, это четвертый вывод. Я не для всех и все не для меня. Задача искать и находить своих людей, с которыми есть созвучие. Так, у нас есть вот эти три приема. Вот это. Кроме того, что имеет важное значение? А ведь во мне внутри тоже есть лебедь, щука и рак. Я же тоже своего рода как человек. Это же как метафора. Бывает, человеку надо одно, может он другое, а хочет он третье. Как важно делать сонаправленными эти внутренние вектора? Надо, могу и хочу делать сонаправленными. Это очень важный момент. Я так понимаю, сонаправленными мы вот так напишем, чтобы красиво было. Хочу ли я записывать этот урок сейчас? Я хочу, я сам удовольствие, для меня это вызов каждый раз урок записывать. Я хочу его записывать, потому что занимаясь записью уроков, это для меня вызов конструировать ход своей мысли, облекать ее в какие-то смыслы в речи и фиксировать здесь в письменном виде, используя метафоры в том числе. Я сам получаю от этого удовольствие, в том числе потом, когда собираю обратную связь от уважаемого зрителя, в том числе от вас, кстати, что этот урок был по-настоящему полезным. Это позитивное подкрепление не может не порождать желание это делать, в том числе. Далее, могу ли я этот урок записать? Могу. Здесь в каждом уроке, над которым я работаю, я воплощаю весь опыт, который есть во мне, накопленный до текущего момента. Я могу это делать, кроме того, ну кто еще будет делать этот урок? Знаете, у меня такая мысля. Взять сейчас эту басню, выводы здесь формулировать. Я так думаю, что это такая, знаете, задача, когда большая сила требует большой ответственности, вспоминаю я, это выражение, значит, не без юмора в том числе. И также здесь, я могу этот урок записать? У меня есть соответствующие инструментарии, соответствующее время и мысли соответствующие, чтобы превратить их в этот материал. С кем-то он будет созвучным, с кем-то нет, в любом случае, наилучшим образом. И третий момент, надо это мне делать? Надо. Я целиком и полностью считаю, если бы я, когда работаю над созданием материалов, я создаю такие материалы, которые я был бы рад сам изучать, будучи на месте зрителя. Своего рода все мои материалы, это, знаете, мост к самому себе в прошлое. Поэтому надо, это как миссия, смысловая составляющая. Когда то, что надо, то, что могу и хочу, являются сонаправленными. Потому что если человек делает то, что ему надо и то, что он может, но он не хочет, он будет сам себя саботировать. Надо, могу и хочу, можно еще представить для тех, кто в теме, как наше эгосостояние. Надо – это родитель. Могу – это взрослый. Взрослый – хочу – это ребенок наш внутренний. Делается направленными их, чтобы не было этого танца лебеди, щука, щуки и рака разнонаправленными. Поэтому это важно. То, что я делаю сегодня, является ли тем, что я делать хочу, то, что я делать могу, то, что мне делать надо. У меня сегодня утром был корпоративный тренинг я проводил для компании настоящих чемпионов, где мы проговаривали, тренировали, адаптировали переговорную последовательность для проведения разговора с человеком, который нарушил какую-то договоренность и соглашение. Адаптировали эти шаги, то есть и разбирали их, да, и тренировали повторением и обсуждали. Я утром то, что я делал сегодня, я хочу это делать, проводить занятия, да я сегодня встал до будильника, понимаете. Утром, значит, мы позавтракали, отправился в кабинет, значит, где проводил занятия. Собрал потом в завершении, что было полезным, видел активное участие участников в тренировочном процессе. Я могу это делать? Могу, да я каждое слово понимаю, что за ним стоит, какие у него корни, какая у этого практическое применение. Надо это делать? Надо. У меня такое глубокое убеждение, что я занимаюсь тем, чем заниматься я должен, понимаете. Это надо делать. Я это делать хочу, я это делать могу, это делать надо. Если, вот очень важно, организовать свою жизнь таким образом здесь, чтобы не играть в лебедь, щука и рак, чтобы то, что вы делаете, было созвучным по-вашему надо, могу и хочу. Если человек делает то, что он может и хочет, но понимает, что он как бы скотиной становится, да. Ну, например, есть возможность нагреть другого, обвести вокруг пальца другого человека, эксплуатируя его некомпетентность. И даже когда есть убеждение, что все равно не спалят никогда, но все равно же это крысиный поступок и все равно немножко, знаете, голос совести изнутри будет подъедать ржавчиной. То есть человек может обвести другого вокруг пальца и хочет это сделать, потому что халявый вкус сладок для него. Но в глубине души понимает, что ну не надо это делать некрасиво, в конце концов. Он таким образом будет потом сам себя наказывать и ставить палки в колеса, и эти деньги, которые он легко срубил, он потом потратит на лечение, как правило. Если человек что-то делает, что ему делать надо, и он может, но он не хочет, он будет тоже себя саботировать в данном случае, создавать повод опаздывать, вставать в пробку и создавать внешние препятствия какие-то. Там, где есть случайности, всегда есть сопротивление. Это важно учитывать. Поэтому, если ваше решение обусловлено тем, что вам это делать надо, вы это можете, вы это хотите, то тогда любой ветер вам попутный. Это пятый вывод, который можно здесь сделать. То есть получается, лебедь, чук и рак, это не только о взаимодействии с другим человеком или с группой, но это еще о взаимодействии с самим собой. Поэтому то, что вы делаете, очень важно подумать вот о чем. А то, что вы собираетесь сейчас делать, созвучно ли это с тем, что вам это делать надо, вы это делать можете, и вы это делать хотите. То есть, своего рода это получается, как вы можете представить, как три вектора, являются ли они сонаправлены, или они разнонаправлены. В принципе, можно сказать, что все беды человеческой жизни, это побочный эффект того, что он организует свои решения таким образом, что его надо, могу и хочу разнонаправлены. Давайте двигаться дальше. Кроме того, мы с вами живем, можно сказать, одновременно в пяти измерениях. Давайте так, да? Одновременно в пяти измерениях. Это опыт, в котором мы находимся, в событии, в ситуации, которая нас окружает. Это чувства, которые мы проживаем физически, нашим организмом, нашим телом. Это мысли, которые рождают в нас наши чувства зачастую. Это эмоции, которые рождаются нашими мыслями. Это наши действия, которые в результате создают снова опыт. И здесь тоже являются ли созвучными, давайте начнем мы с мыслей здесь, как первый шаг. Являются ли созвучными между собой мои мысли, мои эмоции, мои действия, мои события и мои чувства? Тоже важно это учитывать. Когда, например, я подумал, приехав сегодня во второй половине дня в свой кабинет, утром я проводил занятия, потом приехал в свой кабинет, и пока ехал, я думал, так, интересно, вторая половина дня у меня сегодня в кабинете. Посвящу-ка я время записи урока. Подумал я на уровне мысли. На уровне эмоций я испытал радость по этому поводу, да, некий интерес, потому что я заранее не знал, о чем это будет урок. Далее, я цифру 2 поставлю, далее эти эмоции рождают во мне действие соответствующее. Когда я открыл компьютер, я включил, подумал, так, у меня, значит, в плане есть несколько произведений художественных, хочу посвятить им время и записать вокруг них некий, значит, материал учебный, который может быть полезным. Я сейчас этим занимаюсь, понимаете? Занимаясь этим делом, я вижу опыт в виде того, что совсем скоро, завершив работу над этим материалом, раз вы его сейчас смотрите, значит, я завершил работу над этим выпуском, я его немножко там смонтировал аккуратно, отрезав в начале и в конце, чтобы аккуратненько все было, и потом я его причесал и опубликовал, да, то есть я вижу вот эту совокупность мыслей, эмоций и действий в соответствующем опыте в виде опубликованного, готового этого урока. Что рождает во мне? Видите, чувство соответствующее. Чувство 5 поставим. Это радость по этому поводу, что я сделал это дело. Ну, как бы здесь, в чем отличие эмоции от чувства? В данном случае, вот в этих 5 измерениях, чувство это то, что я проживаю физически. Вот я сейчас щипаю свою, да, левую руку, и я чувствую, ну, этот щипок, не сказал бы, самые приятные ощущения. Лучше погважу, да, о себе важно заботиться. Вот я погвадил, и я чувствую, что у меня ладонь правой руки чуть более прохладная, чем вот кожа здесь. То есть, я это чувствую. Эмоция – это то, что мы проживаем на фоне наших мыслей. Вот, например, если я завершаю просмотр Волостелина Колец, помните, Возвращение Короля, третья часть, где Фродо просыпается у себя в кровати, заходят к нему в комнату его друзья там, Арагорн, Легавас и прочая, братва. И там так трогательно музыка играет, и такое преодоление препятствий за плечами. Я сейчас вспоминаю, у меня мурашки по коже, и знаете, такое улюлюканье рождается во мне так трогательно, что аж слезу можно пустить. То есть, получается, этот визуальный ряд и аудиоряд, эти пиксели и звуковые волны рождают во мне соответствующие мысли, которые рождают соответствующие эмоции. Да, вот этой световой грусти, можно сказать, что с одной стороны это все заканчивается, но хорошо, что это хорошо закончилось. И некой печали, жаль, что не все с ними живы, и некоторые не прошли этот путь до конца, чтобы прочувствовать этот опыт. Вот это эмоции. Эмоции мы проживаем на базе наших мыслей, а чувства в данном случае это то, что мы проживаем физически. Вот я себя щипаю, трогаю. То есть, это именно вот в этом контексте, да? То есть, получается, является ли созвучным то, что я думаю, то, что я проживаю эмоционально на фоне своих дум, то, что я воплощаю в действии, то, что я делаю в опыте и те чувства, которые я проживаю в этом опыте. И снова этот круг закольцовывается, можно сказать, чтобы также делать сонаправленными эти внутренние пять векторов. Да? Далее, седьмой момент. Смотрите, тоже какой здесь важный. Вот этот седьмой момент, он будет созвучным с первыми тремя. Вы же наверняка знаете, вы наверняка знаете, что человек живет в пространстве договоренностей с другими людьми точно так же, как рыба живет в воде. И эти договоренности можно поделить на две большие категории. Это подразумеваемые договоренности и это четкие договоренности. И вот если человек живет в пространстве подразумеваемых договоренностей, то у него лебедь, щука и рак. А, ну я думал, ты это сделаешь. А, ну я думал, они сами это поймут. Либо, если человек живет в пространстве четких договоренностей, то тогда жизнь у него прозрачна и лишена стресса, так сказать. Поэтому это очень важно. Важно всегда превращать подразумеваемые соглашения в четкие. Да. Поэтому какая здесь речевая стратегия важна? Да, я приглашаю тебя превратить подразумеваемые наши с тобою соглашения в четкие. Да, чтобы наше взаимодействие было максимально прозрачным и ясным для каждого из нас. Как ты на это смотришь? Что, кто, когда, конкретно и как делает? Да. Давай я сейчас напишу как общую формулу, которую вы уже адаптируете под ваш индивидуальный стиль. Давай превратим наши договоренности из подразумеваемых в четкие, чтобы наше взаимодействие было ясным и понятным для каждого из нас. Потому что если они живут в пространстве подразумеваемых соглашений, подразумеваемых договоренностей, то тогда это лебедь, щука и рак. Это тоже важно учитывать. Как вывод отсюда. Давайте еще посмотрим на этот текст внимательно. Смотрите, как здорово. Семь выводов мы с вами уже сформулировали. Вы чувствуете победу и радость от этого дела, да? Когда в товарищах согласия нет, на ватых дело не пойдет. И выйдет из него не дело, только мука. И возня в пустом стакане с болью и отчаянием. И временем пропетым даром. Пропетым даром, да? Можно сказать здесь. Поэтому очень важно договариваться на берегу, формировать четкие договоренности с другим человеком, исследуя его картину мира и делая известной свою. А однажды лебедь, рак да щука, везти с покважей воз взялись. И вместе трое все в него впряглись. И с кожи лезут вон, а все нет к ходу возу. Тоже важная тема, да? С точки зрения это результаты или это имитация бурной деятельности. Пропасть на 99% не перепрыгнешь. Я могу весь день записывать урок. Но если я не завершил его, не опубликовал, давайте этот контекст возьмем, понятный, потому что мы в его измерении сейчас с вами повстречались, то оно осядет, эта деятельность, в нигде и в никогда, понимаете? Поэтому очень важно смотреть и эти начатые процессы завершать, отслеживая их результативность. И вместе трое все в него впряглись. И с кожи лезут вон, а возу все нет к ходу. Покважа бы для них казалась и легка. Да лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду. И в то же время, а способны ли они в другие места, понимаете? Точно так же, как волка не корми, все равно в лес смотрит. Точно так же, как свинья везде грязь найдет. Точно так же, как молоток всех видит гвоздями. Красноречиво о человеке зачастую говорит его образ жизни, к которому он привык. Помните, я выше говорил, речами сладкими и может так активно поливать мед в уши. Но это не имеет все никакого значения. Поэтому очень важно рассредоточить команду таким образом, чтобы они все были друг с другом в этом взаимодействии. Да? Созвучными. Ну вот, они посуетились, повозились в пустоте и пусть. Ну что, мои дорогие, получается вот такие 7 выводов мы с вами отсюда извлекли. Итак, приглашаю вас синхронизироваться по целям, чтобы наше взаимодействие было выгодным для каждой из сторон. На старте взаимодействия можно проговорить это как заклинание, исследовать картину мира другого человека. Примеры вопросов мы сформулировали здесь. Далее. А что будет для вас наилучшим результатом нашего возможного взаимодействия? Да? Мне действительно это важно понять. Поэтому приглашаю вас ответить на ряд вопросов. Как если мы с вами проработали уже x времени. Подумайте, как вы можете адаптировать этот прием под вашу деятельность. Каждый из этих 7 приемов. Далее. Разрешите, задам вам ряд вопросов, чтобы понять, насколько я могу быть полезным для вас в решении ваших задач. Исследовать картину мира, выжимая вашего собеседника, вашего клиента, его картину мира до последней капли. Я не для всех и все не для меня. Задача искать и находить своих людей, с которыми есть созвучие. Это как метафора, которая тоже может быть полезной сквозь призму этого материала. Далее. В каждом из нас есть 3 силы. И важно организовать свою жизнь таким образом, чтобы они были друг с другом сонаправленными. Мои внутренние родители, взрослые ребенок. Мои внутренние надо, могу и хочу. Это как пища для размышлений. Далее. Мы находимся одновременно в 5 измерениях. Это мысли, эмоции, действия, опыт, чувства. И важно тоже их делать с направленными между собой. Пример я выше привел. О чем это для вас. И в принципе беды человеческой жизни это следствие того, что эти вектора внутренние разнонаправленные. И как важно превращать подразумеваемые соглашения в четкие. Да, и такая речевая стратегия может быть полезной. Давай превратим наши договоренности из подразумеваемых в четкие, чтобы наше взаимодействие было ясным и понятным для каждого из нас. Если вы приглашаете собеседника проделать эту работу, превратить договоренности из подразумеваемых в четкие, а собеседник показывает сопротивление, мол, да не надо, это не обязательно. Перед вами паразит, который пьет вашу кровь. Не тешьте себя иллюзиями, что это не так. Это так. Потому что только паразитам и манипуляторам выгодно находиться с другими людьми в подразумеваемых договоренностях, да? И запомните, чем большую неловкость вы испытываете, прежде чем сказать нет, тем быстрее вам надо сказать нет. Эта неловкость признак того, что клещ медленно впивается в вашу нежную шею. Ну что, мои дорогие, вот такие выводы мы с вами сделали. Прекрасная цифра 7, как и каждая из цифр, является наилучшим образом. С вами Альберт Сафин. Пишите смело, что было для вас самым полезным в пространстве изучения этого материала. Я очень рад. Действительно, видите, какая прекрасная басня. Много выводов отсюда мы извлекли, целых 7, которые можно органично в жизнь прекрасную свою добавлять. Держите меня в курсе ваших побед. До скорых встреч, мои дорогие. Пока!